Ученики начальных классов школы-поселка Искатели приняли участие в благотворительной акции по сбору корма для подопечных пункта временного содержания безнадзорных животных. В рамках весенней недели добра ребята не только собрали лакомства для четвероногих, но и приехали к ним в гости. О маленьких детях с большим сердцем расскажет Ирина Никешина. Привлечь внимание гостей четвероногие пытаются всевозможными способами. Те, что постарше, лают и виляют хвостом. Самые маленькие плачут, словно дети. Для каждого из них приход незнакомцев как шанс понравиться и обрести семью. Возможно, так и произойдет, ведь сегодня в гости к питомцам пришли дети. Мы принесли кошачий и собачий корм. Мне мама помогала, и мы участвовали в конкурсе вот в этом, где собак. Любишь животных? Очень. А дома есть у тебя тут? Нет, но я маму прошу. Ну как ты думаешь, что больше всего хочется бездомным животным? Ласки, любви, побольше, наверное, любви к себе. Чтобы их гладили, кормили. Чтобы их взяли в семью. Да. Мечтает о четвероногом друге и Захар. Сегодня вместе со своими одноклассниками он пришел навестить бездомных животных. Может быть, ты хотел бы взять собачку, кошечку? Да. Которую сегодня присмотрел? Да. Кого присмотрел? Собаку. Щенка. Но мне не разрешают говорить, что я не буду ухаживать. Но я все равно хочу. Но ты готов к такой ответственности взять животное и ухаживать за них? Да. Как ты думаешь, чего больше всего не хватает бездомным животным, которые в приюте живут? Своей семьи, родных. Чтобы немного скрасить будни бездомных животных, ученики начальных классов, искательской школы принесли четвероногим различные лакомства. К благотворительной акции по сбору корма для животных присоединились и воспитанники детских садов. Активно откликнулись детки и родители, и учителя. Детский сад. Сказка. По-моему, Аннушка, простите, если я ошибусь. Это возле Сбербанка. И сегодня еще позвонили буквально по пути сюда. Забыл, как называется. Возле хлебозавода садик. Они тоже собрали корма, но я после обеда только заберу. Шестая школа, вторая школа. Буквально утром принесли тоже пакет с кормами. И там еще кто-то инкогнито принес большой пакет корма. Устроить каждого питомца в семью – задача сложная. Сюда животные попадают в любом возрасте и по разным причинам. Подобные акции отчасти призваны показать подрастающему поколению, что животные – это не игрушки. Из-за тех, кого мы решим приручить, нужно нести ответственность. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал Север.